Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов! Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за февраль месяц 2024 года. Тема статьи «Никогда не покину тебя». Статья изучается на неделе с 8 по 14 апреля 2024 года. Она основана на стихе из Евреям 13.5 «Сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Наш разбор кардинально отличается от статьи, усыпляющей бдительность народа Иеговы. Ну а кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте общества «Сторожевой башни» или прослушать на встрече собрания. И тексты, если не указанно иначе, мы, как обычно, будем приводить из Синодальной Библии. Раньше в обществе «Сторожевой башни» учили, что кто-то из 144 тысяч переживет Армагеддон и продолжит возглавлять собрание свидетелей Иеговы с земной надеждой. Но в «Сторожевой башне» за 15 июля 2013 года они написали, что все 144 тысячи будут взяты на небо до начала Армагеддона, что, впрочем, согласуется с Библией. Из видео 1.29а мы знаем, что при седьмой и последней трубе все 144 тысячи одной группой и одновременно, а не по одному, как учит руководящий совет, воскреснут и поднимутся на небо для встречи с Иисусом Христом. А после следует ожидать события семи чаш гнева Иеговы с Апогеем в Армагеддоне. Об этом говорят тексты из Откровения 11 главы с 15 по 18, 1 Фессалоникийцам 4 главы 16-17, 1 Коринфянам 15 главы 52 и Матфея 24 главы 31. Что случится с другими овцами Христа? Кто останется на земле после их ухода на небо? Давайте вместе рассмотрим сегодня. Подзаголовок «Чего не случится?» Авторы статьи пишут, начало цитаты. Некоторые свидетели Иеговы с тревогой думают о времени, когда помазанных братьев из руководящего совета больше не будет на земле. Они переживают. А вдруг без них другие овцы выйдут из истины, по примеру царя Иоаса, кто после смерти священника Иоадая стал делать отвратительные вещи? Или, по примеру, отступничество, которое проникло в христианство после смерти апостолов? Ответ на эти вопросы уверенная нет. Этого не случится, так как, когда руководящий совет уйдет на небо, другие овцы будут все так же окружены заботой и продолжат ревностно служить и Иегове. Конец мнения авторов «Сторожевой башни». А теперь скажем, что говорит об этом Библия. Во-первых, совсем не факт, что все члены руководящего совета уйдут на небо, так как на данный момент все они представляют класс беззаконника, предсказанного для храма истинного поклонения Иегове перед вторым пришествием Христа, согласно пророчеству из 2-го Фессалникицам 2-й главы с 1-го по 4-й. Подробности смотрите в видео 1-36-А. Если кто-то из них раскается и исправится до седьмой трубы, возможно, они смогут уйти на небо. А если кто-то из них раскается после седьмой трубы, после гибели двух пророков и их ухода на небо, в этом случае раскаившиеся члены руководящего совета останутся на земле и на небо не попадут. Это известно из Откровения 11-й главы с 12-го по 15-й стихи, а также смотрите видео 1-89 о спящих девах. Во-вторых, если говорить о примерах царя Иоаса и христиан после смерти апостолов, то эти примеры отступничества произошли после смерти верных Иегове помазанников. А в современности руководящий совет стал уклоняться от истины с момента, когда при наличии помазанников в 1992 году он решил набрать в писательский комитет земных овец, кто не имеет возможности замечать уклонение от истины в учениях руководящего совета из-за отсутствия у них дара помазания святым духом. Больше подробностей смотрите в видео 1-37-а. Для того, чтобы вразумлять начальствующих членов руководящего совета в своем народе, как это было и ранее, Иегова пошлет в современный Иерусалим-Содом двух последних пророков. Однако же, руководящий совет их отвергнет, так же, как пастыри народа Иеговы первого века отвергли Иисуса Христа. Можно открыть 2-е Паралипоменон, 36-ю главу с 14-го по 16-й и сравнить с откровением 11-й главой с 7-м и 8-м стихами. Так же, можно посмотреть видео 1-7-а на эту тему. А вместе с руководящим советом двух пророков отвергнет и большинство остального народа Иеговы, фанатично преданного руководящему совету. Пророчество о том, что храм Иеговы или истинное поклонение пострадает перед вторым пришествием Христа, уже исполняется, как и было предсказано во 2-й Фессалникицам 2-й главе с 1-го по 4-й стихи. А слова авторов «Сторожевой башни» о том, что чистое поклонение не пострадает, так как согласно деяниям 3-21, наша эпоха – это время восстановления всего, а не ухудшения, лишь убаюкивает бдительность народа Иеговы. Почему? Потому что, во-первых, как уже говорили, беззаконник предсказан именно для храма Иеговы, действующего в конце этого века, то есть перед вторым пришествием Христа и сбором 144 тысяч на небо. Это ясно видно из 2-го Фессалникицам 2-й главы с 1-й по 4-й стихи. То есть ухудшение в доме Иеговы перед концом этого века предсказано. А во-вторых, потому что контекст деяния 3-й главы с 18-го по 26-й говорит совсем о другом, а именно о том, что Иегова, наконец, исполнил предсказания всех пророков и послал Христа своего, кто открыл эру христианства, пришедшего на смену эре Ветхого Завета или эре закона Моисея. А иудеи в этой новой эре получили преимущество первыми принять новое благословение Иеговы благодаря жертве Христа Его. И эта эра началась не в 1914 году, как пишут авторы данной статьи, а в первом веке после смерти Иисуса Христа. О том, что учение о 1914 году ошибочное, смотрите информацию в видео 3.22. Но что же, однако, произойдет на земле, после того, как все 144 тысячи верных помазанников и Иеговы уйдут на небо к Иисусу Христу? Понять это помогут стихи из Данила 7 главы 13, Захарий 12 главы с 11 по 14, Откровения 1 главы 7, 11 главы 13, 12 главы 14, где предсказаны явления второго пришествия Христа и рыдания о раскаянии тех и земных племен народа Иеговы, прежде всего пастырей, кто пронзит или отвергнет Христа во второй раз, так же, как его отвергли и в первом веке нашей эры. Можно сравнить с текстом Матфея 24 главы 30. Как знаем из видео 1.7а, в первом веке Христа отвергли испорченные пастыри народа Иеговы, духовно называемые Иерусалим Содом. Они побудили и весь остальной народ Бога отвергнуть Христа. Однако, позже, после ухода Христа на небо, Иегова излил на свой народ Дух Благодати или Святой Дух. И многие из тех, кто отвергал Христа ранее, стали христианами. Это мы знаем из Матфея 27 главы 17, 20 и Деяния 3 главы с 12 по 19, 6 главы 7 стихов. То же самое ожидается и во второй раз. В конце этого века пастыри народа Иеговы из духовного Иерусалима Содома, то есть отступившие в чем-то от Иеговы, отвергнут двух последних пророков, через кого будет действовать Христос перед тем, как явится во втором пришествии на облаках при седьмой трубе, чтобы забрать на небо свою духовную невесту. Но когда пророки взойдут на небо вместе с остальными из 144 тысяч, Иегова прольет на Иерусалим Содом и весь остальной свой народ, остающийся на земле, Дух Благодати или Святой Дух, что и поможет им раскаяться, увидеть Христа и образно разрыдаться, то есть понять, что отвергая пророков, они были неправы. Для исправления всех, кто отвергал пророков, будет организовано дополнительное духовное питание. Оно поможет многим исправиться и успокоиться сном смерти перед Армагеддоном в надежде на воскрешение в миллениуме. Можно открыть Откровение 14 главу 13 текст и сравнить с Исаи 57 главой первым и вторым текстами. Подробнее об этом мы будем говорить в разборе книги Откровения по главам, если Бог позволит. А пока что эти мысли можно узнать из видео 1.30а о значении третьего горя для человечества. То есть, главная мысль из ответа на вопрос, что будет с оставшимися на земле другими овцами после ухода на небо верных помазанников, заключается в том, что Иегова, Иисус Христос, помогут оставшемуся народу прозреть при помощи силы свыше и дополнительного духовного питания. Увлеченность идолопоклонством руководящему совету будет столь массовой, что Иегове придется ускорить перемены к лучшему в умах своего народа при помощи воздействия силы свыше, как это и было в первом веке, во время массового отвержения Христа из-за пагубного влияния пастырей на народ Иеговы. Этот момент истории отражен в Деянии 2 главе 16 по 21 стихи. В настоящее время руководящий совет ведет активную подготовку старейшин и общих пионеров для того, чтобы те могли подхватить инструкции руководящего совета и дальше по ним воспитывать народ Иеговы в том же духе, в каком сейчас его воспитывает сам руководящий совет. Но дух Иеговы гораздо сильнее. Те пастыри из народа Иеговы, кто раскается во время седьмой трубы, возможно, смогут по милости Иеговы и с помощью его силы организовать дополнительное духовное питание для служителей Иеговы, оставшихся на земле после ухода 144 тысяч на небо. А помогать им будут те служители Иеговы, кто впитывал все, чему учили два последних пророка, подобно ученикам Христа первого века, что им пригодилось после его смерти и ухода на небо, и благодаря чему весь народ Иеговы первого века смог получать обновленное духовное питание 3,5 года, согласно исполнению пророчества из Данила 9 главы 27 стиха. В итоге, для всех, кто искренне любит Иегову, все закончится хорошо. Никто из них не столкнется с ужасами семи чаш гнева Иеговы и Армагеддона, предназначенными только для нечестивых. Всех их Иегов обведет во внутренний покой земли, где они будут покоиться до тех пор, пока не утихнет гнев Божий, изливаемый на нечестивых, в семи чашах гнева. Об этом сказано в текстах Исайя 26 главе 20, 57 главы 1-2 и Откровения 14 главы 13. Поэтому доверьтесь Иегове и Слову Его. Библия заверяет, что как бы тяжело ни было в дальнейшем, наш Небесный Отец поможет каждому своему верному служителю претерпеть до конца и спастись от греха и смерти, воскреснув в новом мире, чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. В конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы также сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok